Всем-всем привет и добро пожаловать на мой канал. По традиции утро, не накрашенная милешка, и так как я пойду на тренировку, я скорее всего не буду краситься, но это не точно. Но просто я потом буду снимать видео после тренировки, не вот это видео, а еще одно видео, вопрос-ответ. И для него нужно будет краситься. Я думаю, это сделать после тренировки, но мне будет, наверное, настолько лень, что я этого не сделала. Либо сделать это сейчас, либо перебороть себя и сделать это потом. Надо будет подумать. Сейчас мне тоже лень на самом деле. Короче, прямо сейчас хочу сходить на почту, забрать посылочку, которая мне пришла. Скорее всего, это мои всякие спортивные штучки-дрючки. Я вам сразу же покажу. Я надеюсь, если это оно, то да. И как раз-таки потом тренировка. Поснимаю вам все, что как на тренировке. В общем, этот влог будет достаточно интересный, при этом недолгий, но и не короткий, как прошлый влог. Поэтому, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной и погнали на почту. Прямо сейчас. Собственно, да, как я и говорила, пришла мне посылочка с одного магазина. Сейчас вам все покажу. Так, начнем с того, что я ждала больше всего. Просто кивусь. Можно осторожнее? Просто вообще, вам тоже должно понравиться. Бам! Shut up and squat. И мопсик со штангой. Здесь, короче, супер милый мопсик со штангой. Типа, короче, успокойся и приседай. Это вот чисто мой девиз на все времена. Потому что реально. Но что переживать, знаете, лишний раз? Ну зачем? К чему слезы? К чему нервы? Ни к чему. Дело, они никогда не помогут. Запомните это. Поэтому лучше свои нервы, свои слезы заменять на всю эту энергию. Риана теперь там сейчас убирается. Наводит порядок. Вот. Все свои слезы, все свои нервы. Всю эту энергию направлять в мирное, в полезное русло. И как минимум приседать. Спорт, ЗОЖ. Это супер. Идем дальше. Еще одна футболочка. Это уже подарочек от магазина. Я не выбирала эту футболку, насколько я пол... Или выбирала. Короче. Ой, какая... Господи, какая она мягкая. А, это топик. Это топик. Он безумно мягкий. Здесь что-то написано по-корейски. Короче. Вот такой вот. Просто если бы вы... Он очень супер мягкий. Господи. Ну, а так как это топик, а пока с животом у меня не все в порядке, пока что мы его откладываем в шкаф в дальний угол. Потому что реально я очень стесняюсь надевать топики, когда у меня не закрыт наполовину живот. Допустим, там, чем-то с завышенной талией. Потому что отстой, когда живот виден. Пока что я не готова его показывать, потому что он вообще не фреш максимально. Дальше. Это лосинки, насколько я понимаю. Или нет? Подождите. Да, это лосинки. И, господи, сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какие они... Во-первых, они тоже невероятно мягкие. Прям супер мягкие. Я не знаю вам, как показать. Мягкие. Знаете, как пижамки делают? Из такого... Почти как флиз, только очень тонкие. Вот что-то похожее. И они супер... Так, где здесь зад, а где перед? Вот перед. Они с градиентом из лилового в такой голубенький. И посмотрите, здесь единорожки. Пэм! И всякие вкустяшки. И цвет нереально красивый. То есть, знаете, там, аккардио или когда хочется чего-то милого, няшного, девчачьего. Супер. Ну или спать в них. Тоже вариант. Почему нет? Дальше носочки. Вот такие не буду открывать. Супер милые носочки с овечкой. С барашком, с овечкой. И еще подарок. Вот такая милая бутылочка. И даже, смотрите, есть шнурок, чтобы на руки носить бутылочку. Вот. Такая клевая бутылочка с мишкой Реакума. Короче, это просто... Можно использовать как шейкер, знаете, сюда что-то наливать и на тренировку. Выглядит супер мило. Опять же, для фото супер мило. И, в принципе, и вообще... Спасибо большое. Я в инстаграме отмечу все. Когда буду заниматься... Можешь, кстати, сегодня позаниматься в Shut Up and Squat. Просто я хотела в другой черный футбол. Короче, нет, наверное, сегодня в черный, в который я хотела. А в следующий раз уже вы увидите мои фоточки в этой футболке. С милым мопсиком. Обожаю мопсов. Сейчас я все уберу в шкаф и продолжим. Так, а все разложила. Убегать мне через минут 15. Что я хочу сказать? Мы начали писать. Точнее, уже написали. Вот практически уже все сделано. Новая песня. Сольная песня. И я гарантирую, что это будет просто мягко вау-супер взрыв. Будет много непонимания, я думаю, со стороны. Потому что это не формат. Немножечко не то, к чему все привыкли. Но если как бы попытаться принять, попытаться впустить в себя, да, и понять, то очень даже понравится. Так что не относитесь сильно скептически к новому треку, который выйдет, кстати, достаточно скоро, как я уже понимаю. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. И тогда вам понравится, реально зайдет. Серьезно вам говорю. Итак, я уже в раздевалке своего зала. Решила, что все буду снимать сегодня на эту камеру. Потому что, в принципе, она достаточно неплохо снимает. Я научилась более-менее нормально рендерить. Надеюсь, музыка меня не перебивает. Тренер немножко опоздает на 15 минут. Поэтому пока я пойду на дорожку, разовнусь. У меня получается есть полчаса разминки. И это неплохо, потому что я достаточно давно не занималась. И так сегодня я бы хотела, чтобы был день ног. Вообще, по идее, сегодня день вверх. Но я хочу день ног, чтобы вам было что-то показать, да. Ну и, в принципе, я уделяю больше внимания низу. Хотя стараюсь. Стараюсь одинаково, это правильно. Но все-таки больше низу. У меня очень большая проблема. У меня быстро пухнут ноги. Их очень тяжело убирать. Я знаю, вы замечаете, что я похудела. Но очень тяжело держать такую форму. И также я наращиваю попу, которая у меня очень быстро уходит. Которую тоже очень тяжело нарастить. Но при этом не нарастить ноги. И не потерять в ногах, но при этом не потерять в попе. То есть это просто impossible. Но я делаю это. И надеюсь, вам мое упражнение понравится, понадобится. И, в общем, сейчас все буду показывать. Вот туалетного зала. Из которого вы часто видите сторис. Вот прям на этом месте. Здесь прекрасное зеркало. Также просто мое любимое позирование. Потом, ладно, люди. И мне нужно сбегать отсюда. Еще одно зеркало, которое я постоянно фоткаю. Она просто идеальная. Правда, оно немножечко полнит. Вот это зеркало немножечко полнит. Но в целом пойдет. Опять же таки, я очень много потеряла в объемах. Но тем не менее. И эта сторона. Как бы. Когда все пишут, что фотошоп. И я такая. Что? Извините. Как бы. Все, идем в зал. Сначала немножечко кардио. Разминка на беговой дорожке. Вот с таким прекрасным видом. Привет. Привет. Гиперэкстензия с раздвинутыми коленями позволяет задницу включить, что надо в работу. Здесь не отвлекает задняя поверхность бедра. Эти мышцы практически расслаблены. Им не приходится тянуть Миленен таз. А вот ягодицы забирают на себя всю работу. Спина у Миленки вообще в идеально ровном состоянии, как вы видите. Отлично. Четыре. Пять. Все. Хорошо. Так. Таз назад. Выдох. Колени к носкам не уводим. Колени на месте. Отлично. Таз назад. Таз назад. Выдох. И бросаем. Это очень тяжелое упражнение с огромным весом. Здесь вес на пятых загребаем. Отлично. Выдох. Как будто бы по волнам на лодке. Угол. Хорошо. Ягодицы включаешь. Молодец. Выдох. Так. Ну, конечно, не из простых. Не из простых, да, упражнений? Легче? Давай еще легче. Чуть-чуть вот так. Оп. Поехали. Тихо, не дергай вес. Медленно, медленно. Да, да, да. Молодец. Раз. Супер. Два. Пять. Четыре. Отлично. Сразу подкручивает таз. Вот. Ягодичная работа. Отличная. Итак. После тренировки я сразу пью протеин, чтобы заполнить все белково-углеводное окошко, которое сразу появляется, когда вы занимаетесь какими-то физическими активностями. А вы уж простите меня за мой лишний бит, но я все-таки из тренировки, а не с красноковровой дорожки, поэтому... Поэтому выгляжу соответственно. Ну и просто потому, что я еще и Милен Чижова. Не без этого. Так вот, я пью протеин. Для тех, кто не знает, это не какой-то страшный вредный порошок, это абсолютно не вред, это тот же белок, который вы употребляете из птицы, мяса, творог, яйца. В общем, везде, где содержится белок, грубо говоря, это то же самое. Точнее, это не грубо говоря, это то же самое. Просто вытащенное. В чистом виде. Без углеводов, жиров и всего такого. Поэтому да. Ну а так как, тем более, я не употребляю в пищу мяса, птицу и так далее. Мне достать белок тяжелее. Поэтому я как-то дополняю все то, что я должна есть протеином. Это круто, это удобно, и это не очень противно. Если найти протеин, который вам нравится, это не будет вам как-то в отвращении, потому что я знаю, что протеин не супервкусный. Но опять же таки, если вы найдете тот, что будет нравиться вам, вы к нему привыкнете, и все будет нормально. Единственное, что может произойти, протеин может приесться. Как бы вы его не любили, какой бы вы супервкусный вкус не выбрали, все равно через какое-то время, если вы будете употреблять его постоянно, он вам приестся, нужно будет менять вкус. Но опять же таки, сейчас просто такое огромное количество разного протеина, столько, просто тысячи вкусов, что это не составит труда. Так вот, я пью протеин, видите, внизу как бы водичка на воде, его просто взболтали, поэтому много пены, оно все седает, все это можно пить, все вкусно, нормально, полезно. Это со вкусом конфет, между прочим. Я занимаюсь в этом элементе, это ТРЦ Афимол, ехать мне достаточно далеко, но так как я очень люблю этот зал, у меня здесь личный тренер, я осталась в этом зале, он большой, он двухэтажный, он классный, единственное, нет бассейна, и это не очень. В остальном мне все нравится. Вернемся к протеину, его можно пить на молоке, на воде, я пью на воде. Кому супер противно, можно пить на молоке, вкус будет более такой йогуртовый, знаете. Я раньше пила на молоке, но так как я не очень люблю молоко, оно мне стало тоже чувствоваться в любом протеине, поэтому я перешла на воду. Нашла вкус, который я люблю, и мне нормально даже с водой. После каждой тренировки я выпиваю протеин, еду домой, пока я еду, он усваивается, и дома я уже могу попустить еще, но обычно это уже поздно, когда, допустим, сейчас уже сколько, шесть часов. После восьми я стараюсь не сильно нагружать себя углеводами, жирами, всякой такой ересью, но перед сном я могу съесть, опять же таки, либо протеиновый батончик, либо выпить протеин. В идеале вообще перед сном пить казино и протеин, который усваивается на протяжении всего того времени, что вы спите, но у меня нет казино, поэтому я пью обычный сывороточный. Этот изолят, то есть здесь только белок, здесь нет всяких остальных примесей, никакого процента жиров, углеводов и немножечко БЦА, это круто, потому что после тренировки мне бы хотелось получить только белок, вот прям только изолят. Поэтому он так и называется, изолированный равно изолят. Надеюсь, я все понятно объясняю и не загрузила вас. Также вечером я бывает съедаю омлет, либо просто варю яйца и ем белок, выкидывая желток, это тоже достаточно полезно. Сейчас еще хочу заняться животом, потому что у меня все идеально, как я уже говорила, а живот все никак не хочет уходить. Забыла сегодня сказать об этом тренеру, со следующей тренировки начнем уделять время животу. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу того, как убрать живот, как его накачать или еще что-то, то пишите, я обязательно задам вопросы тренеру и расскажу вам в следующий раз. Короче, приехала я домой, я хорошенько занималась, хорошо сбила все нужные мышцы, было тяжеловато после сколько, полторы недели я не ходила, да, это плохо, плохо столько пропускать. Нельзя делать такие перерывы, но с этим телефоном, с этим всем. Кстати, решила видео снимать буду не сегодня, а завтра, потому что хочу одно видео снять при дневном освещении, прям вот мне нужно, потому что хочу на том фоне, вот как мое первое видео с этой квартиры было, хочу прям на таком же фоне, поэтому мне нужен хороший прямой солнечный свет, рано утром, да, в течение дня, пока солнце не зайдет, сниму, и второе видео сниму, вопрос-ответ уже с искусственным освещением, уже на этом диване, на кровати, собственно. И решила снять видео про Яндекс.Такси, еще одно. Я спрашиваю у всех, кто знает какие истории, у меня достаточные истории еще с Яндекс.Такси, конечно, слава богу, меня никто не бил, а такие истории есть, я их расскажу. Меня никто не пытался убить, слава тебе, вот реально, мне все говорят, написала моя подруга, Злата моя одна, когда я рассказала эту историю, что хорошо, что телефон не тебя влез. Это да, понимаете, везде нужно искать плюсы, но когда ты понимаешь, что таксисты в этом сервисе могут пойти на такие меры, становится страшно, реально страшно. И тут уже, знаете, выбираешь меньше из двух зол. Понимаете, здесь даже не поспоришь, все доказано, все факты неопровержимы, просто доказательства железобетонные. Но ничего не скажешь против. И ладно, если бы я просто проебалась и забыла телефон, но его реально украли. Украли, умалчивали об этом, обманывали, такси своего водителя еще и покрывали, что, кстати, тоже не ок. Понятное дело, что они будут покрывать своего работника, чем пытаться помочь какой-то девочке, но я не просто какая-то девочка. Поэтому я хочу, чтобы услышали не только меня, но и вас. Поэтому я буду рассказывать и ваши истории. Мне написали уже мои бывшие одноклассники, мне написали мои друзья, мне написали знакомые, мне прислали видео других блогеров, которые выложили всякие сторис и так далее уже после моего видео. То есть, понимаете, у Яндекса смелости хватает продолжать творить какой-то херотень. Я в шоке. Он даже реально орет. Все в шоке. Поэтому, да. И я думаю, я закончу на этом видео, потому что сейчас я буду мыть голову и стримить. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Как и обещала, он не супердолгий, он не суперкороткий. И надеюсь, что он вам понравился. Поставьте большой пальчик вверх, напишите комментарий, подпишитесь на меня, если вы вдруг все еще не подписаны. И до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока! Пока-пока!